Это графика. Вечерняя немного другая история. Из козы большая часть кастей. Все нормально? Да, я сама сломалась. Уже здесь скатывается вот этот вот черный цвет. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит 6500 рублей. При записи мне сказали, что будет действовать 20% скидка. По какому поводу, мне неизвестно. Но макияж будет стоить 5200 рублей. И 1200 будут еще и дополнительно накладные реснички, от которых я планирую отказаться. Потому что я не хочу постоянно, чтобы на моих глазах были накладные ресницы. Когда ты ходишь каждый день в салон красоты, потом ты каждый день эти ресницы смываешь с этим некачественным клеем. Свои ресницы в любом случае страдают. А я их только что восстановила. Поэтому, если вы любите такие видео, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны. А также на мой телеграм-канал. Потому что там как раз-таки выходят те все видео, кружочки, подкасты, полезные статьи, которые не выходят на ютюбе. Ссылка на мой телеграм-канал есть в описании под каждым видео. Так что переходите, подписывайтесь. Ну и на этот канал тоже. Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски с проверками салонов красоты. А теперь погнали в салон. Смотрите, зашла к ним в два гис, и у них вот такие вот работы. Как думаете, получится или не получится это? Ну, прям вообще суперкреативные. Если это все так на самом деле, то почему бы и нет? Я выберу один из таких макияжей, пусть сделают на мне тогда. Потому что их же работу повторить наверняка легче, чем приходить со своим референсом. Знаете, салоны очень часто говорят о том, что... А вы посмотрели наш профиль, вы посмотрели нашу страничку в соцсетях, вы ознакомились с нашей концепцией, вы видели те работы, которые мы делаем и так далее. Но раз уж салоны красоты хотят повторять только лишь свои работы, то сегодня, мне кажется, это отличный шанс действительно проверить, насколько правдивы, скажем так, их работы на их же страничках. Эти, кстати, работы мне достаточно так близки по концепции и философии салона. Так что я думаю, что будет все хорошо. Надеюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Анастасия, да? Да. Да, мы пьем. Спасибо. По полу, все хорошо, красиво. Сейчас сфотографируем. Анастасия, здравствуйте. 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 Я зовут Бунина, я ваша утажерка. Отлично. Пойдемте, да. Чайку для вас? Просто воду обычную можно. Ага. Могу положить. Давайте, я вам помогу. Положу куда-нибудь. Нет, куда-нибудь не хочу. Ну ладно, пусть будет у меня. А мути-то чуть потише нельзя будет сделать. Что мы с вами будем делать? Так, я посмотрела у вас работы в картах. И мне очень понравились несколько макетов. Сейчас я вам покажу их. Вот такой, например. Или вот такой. Ну, без страз, естественно. Так, смотрите. Или вот такой. Вы запрашивали вечерний макияж или же... Ну, вечерний. Меня не ориентировали. Просто это графика. А вечерний немного другая история. И у нас по таймингу, если вы не уточняли, у нас просто по таймингу мы ограничены. Да? А сколько у нас есть? У нас следующий клиент просто записал. А за час мы что успеем? Ну, смоки можем успеть. Дымчатый макияж, глаз можем стрелочкой стирать. Прикольно. Ну, давайте. У меня, в принципе, сейчас я такой еще смоки. Ну, вот такой можем. Блестящий какой-нибудь. Да, сделаем успеем? Да, хорошо. Все, супер. А то патографично. А сколько он будет делаться и сколько он стоит? Ну, слушайте, до двух часов он делается. И по правилам он двойного фаза. Ну, то есть сколько это стоит, чтобы знать? Вы первый раз у нас, верно? Ну, буду уже во второй же? Во второй раз. 13 тысяч. А там прямо где-то есть это у вас? Не знаю, может, на сайте. Ну, наверное, да. Приск, я не знаю, если честно. Ну, например, в администраторах. Обычно, да, у нас вопросы бывают на подобные стразы. В том числе, это уже до... Ага, это было. Нет, стразы. Нет, я вообще объясняю вам даже. Ну, прежде, что, если, допустим, какую-то интересную съемку делать, то можно будет и со стразами тоже. Да, конечно, по-моему. А скидка эта была за счет первого раза? Да. Да, на первое посещение у нас знакомство с Соломом, с мастером, с Калабаром, с Калабаром, с Калабаром, с Калабаром, с Калабаром. У нас сложности к жирности в собственности. Ну, знаете, когда как? Вот сейчас такой период, когда отопление еще не есть. Больше к жирности. Да. Но Т-зона все равно жирна. При этом на улице еще тепло, и все. И кожа сохнет два раза. Какую-нибудь озабудим? Какие? У-ку-у-ку. Нет, не надо. Это у вас цветы всегда так стоят? Какой-нибудь цвет? Ну, частенько. Концепция или кому-нибудь подарили? Подарили. Вам? Нет. Вы проводите все интерьерно, только без меня, хорошо? Это без вас. Спасибо. У меня на кисти из козы реакция есть. Ну, сейчас неприятное выражение. Все это на хозяйке. Это у вас? На козу на коже и у лица, или на глазах в том числе. Просто у меня из козы большая часть кистина. Ну, в принципе, и все. И глаза тоже? Да. Сейчас посмотрю, что у меня есть из меня козы. Угу. Сможем ли мы сейчас осуществить эту пляжку? В администраторе не будет упреждать, да? Да, больше у нас с этим проблем никогда не возникает. С кистьями? Ну, да. В первую очередь, чем мы начали возникнуть, что это еще нет? Нету. Ну, до этого не было. Но вот последний раз какой-то крем с витамином С был у меня. Угу. Ну, и как-то не чихала после него. Угу. Хорошо, что значит, что-то лучше. Что, нормально? Просто у нас всегда дергается. Что-то жирное на глазах ощущается. Это кремовый тень. Угу. Карандашки все поточенные, да? Да. Черный будет, да? Черный тень будет, да? А там центральный, центральный, центральный сель. Какой-то оттенки, наверное, можно как-то поймать. Еще, пожалуйста. Ну, можно без ресничек. Угу. 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 Это не золотой цвет? Нет. Какой? Бронзовый? Он не бронзовый, а холодный, серый. Понятно. Мне все равно кажется, что он как будто бы с золотом отдает, нет? Ну то есть такой бронзовый, в принципе, где-то оттенок вообще не хорошо. Это такая, знаете, была раньше мем, платье синее или белое? В палетке сам оттенок производитель не позиционирует как бронзовый или серебряный. Потому что я сейчас вижу, что это золотой цвет. То есть он не серебряный вообще? Он холодный. Ну то есть он металлический? Да. Он металлический, но там бронзовый, теплоты там вообще никакой нет. И никаких коричневых именно в этом сиянии там нет. А что здесь когда-нибудь? Ну давайте просто смотрите на фото, видите? Нет, я на глазах имею ввиду. Ну это на глазах то, что вот это вот и есть на глазах. Там золота вообще нет. Для меня это вообще прям очень золотой. Сейчас я посмотрю, что там находки. Нет, он называться может как угодно. Нет, даже дело мне название. Название мне абсолютно не о чем не говорит. Самое дело про мне это. Вы хотите посеребряннее или что? Ну да, то есть там находки был чуть серебрянее. Хорошо. Он тоже красивый, но... Давайте серебрады будем без проблем. Нет? Просто он действительно как будто, даже не знаю, но тогда знаете, как медный таз. Такой цвет, медный. Пожелание по этому средству есть у вас? Степень покрытия? Ну, а чтобы покраснение было достаточно плотное, без маски. Ага. Ну и матовая, наверное. Окей. Как получше для вас лодочный бритежок? Вот теперь уже видно, что это больше серебра. А это какой оттенок? Степень. Металлика, да ладно. Потому что до этого прям кардинально был противоположный этому. Сейчас гляну на вот эти симпатичные ведерочки. Примерно в такой цвет мне показался. Нет. А он по типу, знаете, с зеленцой даже больше. Он слегка зеленцой был, но холодный, без каких-либо медных и теплых подклонов. Ну, из-за того, что он туда-сюда сияет и от освещения как бы отдает зеленым каком-то. Брови, видите, ярче, фотографичнее, да? А вот этот черный hiệnор. Все. Считаю, как у нас. Угу. Хайлайта будем носить? Угу. Угу. Извлекательный, поярче. Ну так слегка. Угу. 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 вот прямо перед собой сломалась у нас остались нижние стычки вы здесь только пятнышко уберете? нет, это не пятнышко, это родинка нет, у меня там нет родинки вы имеете ввиду вот про это? нет, я не на носу, а вот прямо под плевиком а, все, я поняла, да, конечно и вот здесь вот чуть-чуть здесь видите, вот так ровно, плавно а здесь как синячок стал ну вот эта вот тучка а здесь она плавно идет вот как здесь, я поняла ну чернота матовые губы делают, да? ну если я принял совсем сухой, допустим, карандаш, то можно блеск суховатый оттуда да, сейчас какой цвет блеск это пока помада, сейчас свет блеск а вот можете соединить вот эту линию с моими губами? не, прям сильно много, ладно? хорошо сейчас там воду идти, а там ветер такой хорошо можете сомкнуть губы и он распределит как плавно он сам? ну да, он постичок ну, в принципе, если вам все нравится, мы закончим с вами ну, в принципе, все зафиксировано чем-нибудь? да, конечно закройте глазки все, Анастасия, мы с вами закончим все, спасибо я зашла в туалет первое, что увидела это вот такой гербарий конечно, все симпатично правда, нет крема для рук и туалетной бумаги огромный минус вот, потому что для туалета когда заканчивается туалетная бумага даже дома это всегда бесит и первое, что я увидела это вот эти растения, которые я видела в интернете больше их нигде не видела и если вам противно на это смотреть, значит у вас есть трипофобия напишите в комментариях, вам противно смотреть или не противно потому что мне это кажется просто каким-то жутким я не знаю, вообще это смотрится с этими дырками все как-то очень странно нет, в целом, если посмотреть издалека хотя нет, напишите в комментариях у вас есть трипофобия или же нет потому что у меня, походу, есть она потому что мне это вообще не кажется симпатичным Анастасия Николаевна, все понравилось? да, все быстро отлично так, у вас был вечерний макияж и на первый визит скидка 20% и вместе будет к оплате по карте пожалуйста чек вам будет? нет, не могу так, друзья, я пришла в магазин хочу сейчас купить серый костюм но при этом хочу показать вам сразу макияж после того, как мне его сделали вот так вот он выглядит достаточно аккуратно единственное, мне кажется, что вот эта часть слишком низко опущена то есть, видите, вот черный карандаш или подводка что это достаточно неаккуратно я до этого вообще не смотрела то есть, просто вышла из салона и все и размазанная подводка это смотрится не очень и вот эта вот часть, она выглядит как панда то есть, видите, моя естественная как бы улыбка когда складка, она идет вот здесь а это должно было заканчиваться чуть повыше потому что так это выглядит как будто бы как тутанхамон вот, тутанштейн мультик раньше был такой, знаете, тутанштейн он весь в бинтах белых а у него просто черные как бы круги под глазами вот я типа как тутанштейн как вам вообще макияж? напишите, пожалуйста, в комментариях и еще обязательно напишите как вам показался тот цвет каким цветом как раз таки и сравним вам он показался золотым или же все-таки серебряным брови необычно накрашены то есть, они такие, знаете, пушистые, лохматые но при этом, мне кажется, что как будто бы немножко вот здесь вот проплешинами легло но за час пятнадцать это грех вообще что-то говорить потому что макияж мне сделали час пятнадцать хотя обещали за час вот, тем не менее, задержали на пятнадцать минут но это не так сильно критично но это не два часа вот, соответственно, как вам? вот есть некоторые моментики, которые можно было бы улучшить, конечно но в целом, я думаю, что неплохо вот губы тоже, гляньте губы пухленькие, такие вот аккуратненькие единственное, что мне кажется, что они достаточно контуринга носа потому что вот под такой макияж хочется как будто бы больше аккуратности на лице огромный минус то, что вообще ничем не накрыли одежду то есть я сама об этом позаботилась надела черную футболку то есть все вот эти тени все это, естественно, на одежде нужно обязательно чем-то накрывать клиента и знаете, еще самый огромный минус я изначально попросила чтобы сделали музыку потише потом они сделали ее в два раза громче и как будто бы специально потом пришел какой-то человек переключил музыку и поставил вообще клубного формата такой, знаете, тун-тун-тун и еще громче то есть типа чтобы вообще можно было оглохнуть еще и прямо рядом со мной телевизор с колонкой откуда эта музыка звучала зачем как бы такую громкость музыки делать если в салоне не было ни единого клиента кроме меня там была какая-то девушка ее там за пять минут что-то высушили и отпустили кстати вот здесь вот не видно камера немножко сглаживает все недостатки которые есть ну например прошло всего лишь получается 20 минут после того как мне сделали макияж но уже здесь скатывается вот этот вот черный цвет и вот эти вот мелкие осыпушки от черных теней меня просто раздражают то есть ты не успел выйти из салона а ты уже выглядишь как будто тебя потаскали там нехило ее таскало по брендовым бутикам да, вот как в песне я еще с этим макияжем похожу и где-то через часа два дома покажу вам как смотрится этот макияж в целом насколько он хорошо продержался потому что давайте все-таки быть откровенный макияж мы делаем для того чтобы его носить и минимум он должен жить два три четыре часа а если это стойкий вечерний макияж вообще по идее у 5-6 часов он должен продержаться но вот я прям вижу что здесь скатываются тени буквально на глазах и знаете что мне еще сейчас кажется что он не настолько черный и насыщенный как на референсе то есть на референсе прям черными оттенками а здесь все-таки коричневый какой-то зеленцой что-то такое но не прям черный друзья вот собственно как выглядит макияж в машине прошло где-то минут сорок после того как мы его сделали еще блеск на губах остался поэтому нормально держится знаете 1 час 15 минут это не так долго это очень даже хорошо для такого макияжа сейчас мы обсуждаем не сам макияж а сам факт того что час 15 я всего провела в салоне это не 2 часа это не 3 часа это к разговору о том что очень часто мне многие говорят что ну ты же можешь там типа выделить один день и пойти типа проверить пусть там тебе делают 2-3 часа знаете я не могу и вам тоже этого не советую делать потому что когда вы идете получать услуги вы идете получать услуги а не давать кому-то шансы позволять на себе тренироваться то есть если у вас есть столько времени если вы хотите допустим заплатить кому-то деньги еще чтобы на вас тренировались это ваше право точно так же как и право абсолютно любого клиента если ему не нравится как ему оказывают условия просто отказаться от этого а сидеть ждать когда же в процессе мастер научится рисовать стрелки если он за весь период своей работы не научился рисовать стрелки то где есть ну хоть малейшая вероятность того что он нарисует нормально их за 2 с половиной часа я в этом абсолютно никакой логики не вижу я вот про вот эти осыпушки вам говорила вот видите вот эти вот тени они осыпаются и вот вот что вот с этим делать вот куда так идти с этими осыпанными кусочками по всему лицу вот здесь вот это что касается кисточка они все были чистые она использовала какие-то другие кисти я сразу поняла что она меня узнала это как бы сразу да читается это хорошо то что она нашла какой-то выход вот но про аллергические реакции она вообще не спрашивала то есть это я сама об этом сказала ей вот это конечно такое небольшое упущение я очень надеюсь что визажист действительно и карандашики все чистила потому что это автоматически вот эти вот карандаши они были напрямую использованы как бы на коже что там происходит если их не чистить не могу сказать но я надеюсь что она не обманывала действительно все как бы было аккуратно потому что в принципе салон такой знаете аккуратненький когда заходишь там приветствует тебя администратор приветствует причем так голосисто знаете не что там себе под нос бубнит такое тоже часто происходит поздоровался не поздоровался фиг его не знает мне здесь достаточно приветливо так здравствуйте здравствуйте все замечательно но вот этот вот момент с музыкой для меня вообще был непонятен да почему я обращаю такое внимание я понимаю если бы там в салоне вообще не было бы клиентов и можно было бы дискотеку устроить или если бы допустим наоборот сидели бы клиенты там куча фенов бы работала и так далее как-то разрядить обстановку можно было бы еще включить музыку тут у вас сидит один клиент вы понимаете что скорее всего это будет выложено на youtube и скорее всего будет обзор какой-то да хотя изначально визажист у меня поинтересовало вы снимаете да ну типа да я говорю но он говорит без меня я говорю ну окей то есть это как бы адекватная реакция любого мастера вот тоже вы у меня спрашиваете если визажист типа не хочет сниматься так визажист и не снимается хочет он или не хочет чтобы клиент снимал свое лицо это уже как бы ну его не касается и в этом случае вот максимально адекватная реакция да визажист увидел что я снимаю она поинтересовалась так ли это и просто выразила свое желание чтобы ее не снимали с чем естественно я согласилась я сказала да конечно без вас то есть это вот адекватно а не так знаете когда там вы приходите и вам начинают вот это вот говорить вы не можете себя снимать вы не можете вообще уберите телефон в карман уберите телефон сумочку это вообще любимое люксовых салонов красоты я не знаю как будто бы вот салоны почему-то решили что они могут указывать кому что делать вот то же самое да я в прошлый раз сидела в ресторане снимают только свое лицо то есть что-то говорю и тут вдруг ко мне подошел управляющий сказал бы в нашем ресторане нельзя снимать свое лицо то есть это бред сивой кобылы да это в ответ на те же опять же таки комментарии которые говорят мне что но если нельзя значит нельзя вот я могу вам сказать да вы не имеете права сидеть в интернете но кто я такая чтобы вам это указывать никто точно так же как и никто не может вам запретить делать то что либо то что не нарушает их права более того когда нарушают ваши права вы это можете снимать сто процентов вот сейчас допустим да я снимаю это видео то есть я очень часто кстати говоря люблю снимать когда я уже еду в такси любой такси с которым меня увидит увидит у меня в руке телефон и скажет извините я вас сегодня не повезу тоже непонятно да плюс еще я когда зашла в салон красоты такая значит хочу сесть на это ужасное кресло стул как будто бы я не знаю оно сейчас сложится вместе со мной и мне некуда положить сумочку то есть салон красоты куда в основном приходит 95 процентов это женская аудитория да для того чтобы сделать макияж но мужчины практически не ходят для того чтобы сделать макияж и там не продумали куда положить сумку ты сидишь на этом знаете как инвалидное как бы кресло такое непонятное там ноги у тебя вот вот нас настолько выше от пола куда складывать все свои личные вещи непонятно это не первый салон кстати говоря где такое происходит предлагает куда-то туда на чужое рабочее место на кресло положить сумочку но вот я не привыкла чтобы моя сумка где-то была там непонятно в каком-то другом конце зала то есть я хочу чтобы мои вещи они лежали вот у меня под носом вдруг мне нужно что-то из сумочки достать вдруг у меня там носовой платок или еще что-то в салоне все равно должно быть такое да чтобы можно было положить сумку и это не должен об этом заботиться клиент об этом должны были позаботиться еще до этого персонал салона то же самое да когда помните выпуск когда на меня пролили тональную основу испачкали мой жакет за которым я сегодня как раз ездила я альтернативу до сих пор найти не могу потому что все ткани какие-то ужасные не стала ничего покупать жакет испортили джинсы новые испортили и как назло вот именно в тот момент я надела и жакет у меня был новый и джинсы новые и сумка моя кожаная была новая то есть все испачкалось об этот тональник и тогда у меня спрашивали а ты что говорит верхнюю одежду положила типа на чужое рабочее место и сумочку вообще-то нужно было это отдать в гардероб и вообще-то сумочку нужно было положить на специальное место так вот в этом салоне красоты не было ни гардероба не было ни места куда положить сумку иначе я что вообще что ли умалишенная чтобы сама лично под тональник свои вещи личные кидать так что напишите как вам вообще такая ситуация вы думаете нужно ли продумывать это или вообще не обязательно у меня сегодня была маленькая сумочка я вообще люблю маленькие сумки и поэтому она лежала у меня на коленках но когда я допустим иду с зала в салон у меня сразу большая сумка с собой где я там и кроссовки несу и это и то сё то есть это на полу бы просто валялось то есть если я хочу чтобы сумка находилась в видимости моей где-то то она будет валяться на полу сегодняшний выпуск он был максимально адекватный максимально лайтовый да действительно там возможно и делали какие-то крутые мейки в этом салоне я не знаю не могу судить но тем не менее то что изначально салон красоты не предупреждает что оказывается у них вечерний макияж стоит 6500 рублей а какой-то алиографический стоит 13000 рублей это большое упущение то есть нужно было тогда уточнить это если они эти работы публикуют то значит нужно предупреждать или как-то консультировать как минимум мини консультация такая знаете это язык не отвалится у администратора который записывает чтобы сообщить что вот есть такие-то виды макияжа и час у них закладывается только на одного клиента я вообще никогда не против тайминга что они там час заложили но если вы как бы час закладываете то будьте добры тогда и в час тоже укладываться я бы могла сегодня вообще абсолютно все закрыть глаза потому что все было максимально спокойно адекватно но вот эта ситуация с музыкой для меня вообще было непонятно да зачем это нужно было делать можно было бы классный обзор снять вот вы у меня спрашиваете да а если такие допустим салоны где тебе все понравилось где было супер круто и так далее вот если вы перемотаете и служите я была в салоне получается час 15 минут час 50 это вместе с тем что и там я в туалет зашла одевалась пока оплачивала и так далее там ну вообще очень мало я весь процесс макияжа сидела вот просто молча и все то есть это был стандартный разговор клиента с визажистом там не было никаких уточняющих вопросов каких-то там я не знаю вопросов еще чего-то чтобы растянуло это тайминг да и то там вот накопилось всего лишь вот столько диалога это прекрасно была бы возможность для них убрать эту музыку сделать классно там макияж как-то вот я не знаю и обзор тогда получился бы классный но это не зависит от меня это зависит конечно же от персонала обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь и увидимся с вами уже в новом видео всем удачи всем пока пока